Один пример. В Кизеу-Юрте этот был Балахудин, один из тех двух, которые я говорил, тогда были в Дагестане, да? Вот который этот Балах на нас из Чечни приводил сюда в 99-м году. Вот у него учился один молодой человек всего две недели. И через две недели, вот когда у него умерла мать, вы же знаете, мусульмане с уважением, почетом вот так несут покойника. А он говорит, обратите внимание, он говорит, это Балкан. Балкан это нечисть, падаль. Балкан, родную мать, которая 9 месяцев его носила под сердцем, и та, которая готова была отдать свою жизнь за жизнь этого ребенка. Он называет ее падалью от того, что перестал биться ее сердце. И говорит, так не поднимайте, несите, говорит, на вытянутую руку. Посмотрите. И когда похоронили, хотели прочитать там ясень и так далее. Не нужно, говорит, это все читать. Они говорят, что это не надо читать. В Аллах надо, дорогие друзья. Когда я приезжаю в свое село, я прихожу к покойным своим родителям и говорю им, Ассаламу алейкум, мой отец, ассаламу алейкум, моя мать. Да смилуется над вами, священный Аллах, да возвеличит ваши добрые деяния, да простит ваши грехи. И при этом читаю один Аль-Хам и читаю три Куль-Гу. И вознаграждение, прошу Аллаха, о Аллах, полагаемые мне за это вознаграждение, о Аллах, возвеличь его. Пусть она достанется в первую очередь нашему пророку, ради которого Аллах создал этот мир. Его сподвижникам и после этого, о Аллах, вознаграждение пусть достанется моим родителям, их соседям, всем, кто находится в этой кладбище. Здесь есть какой-нибудь криминал? Если я так делаю, и рядом это видят мои дети, когда я умру, они тоже придут? Правильно? Разве у них язык повернется, назвать меня или мою жену, после того, как мы умрем, называть нас падалью? Балканом никогда не повернется. Вот это и есть преемственность, дорогие друзья.